Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Вековая трагедия греков Понта. Пришло время хирургического вмешательства в судебную систему премьер-министр Республики Армения. День национального костюма Бахалки-Алаки. Администрация Трампа представит первый этап своего плана по Ближнему Востоку в июне. Боевики в Сирии обстреляли правительственные войска 13 раз. Конифа Арцаг 2019. Волонтерская группа готова к турниру. Армяне, ассирийцы и греки были подвергнуты систематическому геноциду. 19 мая 1919 года было началом войны за независимость. Но эта война не за независимость была не войной освобождения империи против империализма, а скорее освободительной войной с империалистическими правителями против остальных греков Черного моря и Малой Азии. Сегодняшний день отмечается в Турции как праздник спорта и молодости, тогда как 19 мая 1919 года была совершена резня греков, живущих в Черном море. Резня понтийских греков в основном состояла из трех этапов. Бойня – 353 тысячи греков. Протурецкая политика и знания и ассимиляционная политика в отношении выживших. Язык, религия, имена, поселения и греки, которые изменили свои имена, должны были соответствовать турецкой и мусульманской идентичности. В течение ста лет турецкое государство отрицает факт этого геноцида. Как оно отрицает другие геноциды в этой стране? Пришло время для хирургического вмешательства в судебную систему, заявил премьер-министр. Это, как пояснил он, будет сделано следующим образом. Все действующие в республике судьи должны будут пройти в веттинг-инспекцию. То есть, как указал глава правительства, обеспечить полную публичность своих связей, источников, термирования доходов и имущества. Рассказать все детали своего бэкграунда. Далее все судьи, решение которых ЕСПЧ признал грубым нарушением прав человека, должны будут подать в отставку. Уйдут и те судьи, которые поймут, что не способны принимать справедливые и законные решения. Помимо этого, правительство намерено форсировать процесс перехода на систему переходного правосудия. Необходимо в течение одного-двух месяцев подвести итоги работы, проделанной в этом направлении, отметил он. В связи с Днем Национального костюма танцевальные группы во главе с ансамблями Джавахки и Мураджи провели в Ахалкиалаке фейерверк армянских и грузинских костюмов. С раннего утра на улицах Ахалкиалаки было необычайно многолюдно и красочно. Подростки и молодые люди, одетые в оригинальные национальные костюмы, демонстрировали свои наряды. По инициативе директора Дома культуры, руководителя этнографического ансамбля песен и танцев Джавахк Алика Каспояна и художественного руководителя ансамбля Мурадж Георгий Матревели в Ахалкиалаке состоялся парад армянских и грузинских костюмов, а также концерт. Затем под руководством представителей местных властей Ахалкиалаки участники прошлись маршем к парку Хасбахча, где ансамбли выступили с различными национальными номерами, одновременно демонстрируя свои национальные костюмы. Вот уже третий год подряд в Ахалкиалаке с особым размахом празднуется День национального костюма. Администрация президента США Дональда Трампа представит первый этап своего долгожданного проекта по обеспечению мира на Ближнем Востоке в июне на региональной конференции, признанной подчеркнуть экономические выгоды, которые могут быть получены в случае разрешения израильско-палестинского конфликта. США хотят обеспечить безопасность Израиля и экономические возможности для улучшения жизни палестинцев. Напомню, что на Ближнем Востоке не может быть прочного мира до тех пор, пока не будут восстановлены законные права Западной Армении. Боевики в Сирии обстреляли правительственные войска 13 раз. Нападения начались накануне. Об этом в воскресенье 19 мая сообщает лента.ру со ссылкой на российский центр примирения враждующих сторон. Террористы обстреливают позиции правительственных войск и мирного населения в провинции Хама, Латаки и Алеппо. Они используют минометы и реактивные системы залпового огня. В результате трое сирийских военнослужащих получили ранения. Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане. Трое из них контролируют Дамаск, а четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латаки, Хама и Алеппо, по-прежнему контролируется террористами. Официальное открытие Чемпионата Европы по футболу Конефа 2019 состоится 1 июня в 20 часов в Степанакерте на стадионе имени Шаумяна. Группа волонтеров, состоящая из 200 человек, уже сформирована. Напомним, что турнир пройдет с 1 по 9 июня, в котором также примет участие футбольная сборная Западной Армении. Гости из Арцаха уедут с незабываемыми воспоминаниями. Армяне, ассирийцы и греки, которые были коренными народами в регионе до его колонизации, тюркскими мусульманами, были подвергнуты ступенчатой кампании геноцида с 1894 по 1924 год, что привело к их сокращению с 20% населения до менее чем 2%. К такому выводу пришли израильские ученые Бенни Моррис и Дрор Зееви. Они отмечают, что архивы Великобритании, Франции, Турции и США, а также некоторые греческие материалы, немецкие и австро-венгерские, подтверждают, что армянско-греческая и ассирийская общины Турции исчезли в результате геноцида, начавшегося в 1894 году со стороны турецкого правительства. Но каждое турецкое правительство с 1924 года продолжает отрицать свою болезненную историю, пишут они. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Варту и Вартанян Мушо Орлов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!